Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелек. Подробная информация в описании. Прямо мы такие настоящие-настоящие. Ну, конечно же, мы не забываем, что рядом камера, там и фильтруем весь базар. Но, тем не менее, вроде прикольно. Посмотрим, как это будет заходить. Не знаю, но я не рассчитываю на то, что я буду делать влоги, и у меня будет суперпопулярный канал. Конечно же, этого не будет происходить. Чисто так мне нужен мой канал теперь, чтобы просто там, чтобы просто напоминать о себе и делиться какой-то важной инфой, ну и типа зарабатывать бабки с интеграцией. Потому что пока что мой ютуб-канал, это, наверное, единственное, с чего я зарабатываю. Как говорится, шашлын-дос, шашлын-дос. Салам, Джарахов, вина пьешь. Ну, да. Кстати, блин, ухуя уж футболку купили. Прикольно. Приятно очень. Иду ли я на финал? Нет, я не иду на финал. Я на одной игре так, ни на одной игре так и не был. Меня звали на несколько, я то проебывался, типа, не мог вписаться, то поздно читал сообщения, когда уже было поздно. Так что... Мне, я просто куда-то зашел. Мне тут интересно, что здесь находится. Заливай в ложеке иногда. Ну, типа, да, так и будет. Ты в Казани будешь... Ты в Казани выступать будешь или как спикер? Слушай, я подозреваю, что я буду и выступать, и выступать как спикер. Потому что сегодня я еду репетировать выступление, а завтра я сажусь писать материал для спикерства. Я придумал тему, на которую я буду рассказывать. Теперь это надо все собрать, встретиться мне с человечком, посоветоваться, потому что я выступал уже в университетах и так далее, но это все было в виде таких митингов, типа, знаете, когда... Ну, вопрос-ответ-встреч. Я прихожу там в МГУ и просто на вопросы отвечаю, подготовленные еще куда-то. А здесь как бы я с материалом приду и буду читать. Для меня это первый опыт, когда мне надо вот на таком уровне материал готовить. Мне охуенно интересно это все. Просто я опять все в послед... Ну, то есть это уже на следующей неделе выступление в Казани, если кто-то не знает, там, на фестивале. Просто я опять в последний момент решил все это сделать. И, блядь, все наклеивается на то, что очень много всего. Очень-очень много всего всего. И я такой, ну, блядь, красава. Ой, я из-за солнца, кстати, не вижу, чего вы пишете. Вот прикол. Блядь, пидарас, вот там чувак стоит. Я вот сейчас зашел в арку специально, типа, чтобы потеряться от чувака. Я часто так делаю, чтобы, блядь, просто за мной не ходили. А этот, блядь, пидар встал на той стороне дороги, выждал и сейчас стоит и вместе со мной пошел только с противоположной стороны. Хуесос. А я сейчас его обхитрю. Я сейчас еще раз зайду за угол, если я его вижу, я просто на него навъебываюсь. Я очень неприятно выебываюсь. Я, блядь, ебучий грубян и гопник. Прям на весь день могу настроение испортить. Привет, заказала футболку, очень жду. Йоу, салам. Тебе реально приходится эшкериться. Ну, я, да. Эшки, да, я постоянно эшкерюсь. Типа, мне, чтобы там попасть в какое-нибудь место, в котором я часто тусуюсь, я иногда круги наворачиваю. Вот как сейчас, например. Я такой, оп, зашел сюда, зашел туда, зашел эдак. Я уже думаю, типа, как Коля Соболев нанять себе охрану и просто, типа, быть мальчиком, который будет говорить, слушай, ну мой охранник вот такой, да, ну что я поделаю, я же это... А он будет ходить и говорить, так, пошел нахуй. Шашлын, да, все, будто под салями. Да, отличная колбаса с салями. Вот, ну, все, дальше, дальше я не придумаю. Будет сходка. В ближайшее время нет. Шашлын, да, шашлын, да. Так, я вот в Киев когда, не знаю, мы с Яной разговаривали, лишь, вот, пару дней назад, что мы хотим в Киев сгонять. Ой, в Одессу я бы еще сгонял. Я там не был, просто в Киеве был три раза. Блин, мне очень нравится Киев. Как тебе такое что-то? Почему вопросы игноришь? Как видишь, не проигнорировал твой вопрос про игнор вопросов. Так что не надо тут, пожалуйста. Так, пидорас, где ты? Где ты? Я тебя обхитрил или нет? Или ты по-прежнему решил меня обхитрить тоже? Сука. Ну, пидор. Гондон. Все, я его обхитрил. Прямо, надеюсь, он это не смотрит. Так, блядь, опять из-за солнца я перестал видеть, что вы пишете. Привет, 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 сука, гондоны. Так, хорошие. Че так близко? Потому что я красивый, смотрите на мое лицо. Как ты, очкарик, приезжай в Краков. С Ларином дружить начал. Ну, мы общаемся. Немножко чуть-чуть. В чем смысл постоянно? Типа, каких-то недопониманий и ссор. Зачем они? И когда их может не быть. Правильно, Витя? Я иду за тобой, меня не обхитришь. Блядь, действительно. Помахай рукой. Блядь, какого хуя. Пизда на улице жарище, конечно. Привет, ты узнал Кузнецк. Привет, Нов Кузнецк. Я очень хочу приехать в этом году. Не знаю, блядь, когда и как, но я хочу приехать. Наверное, вряд ли в формате, типа, встретиться с народом. Я просто хочу приехать и, ну да, там, типа, потусоваться в старых местах, где я был, повспоминать, покопаться в прошлом. Потому что так получилось. Я недавно задумывался о том, что я вот человек, которому максимально похуй на прошлое. Вот я вообще не держу. Я когда-то себе сказал, ну, что, типа, ну, что за прошлое держаться, да? Да. И как-то так получилось, что сильно гипертрофировано это получилось настолько, что я, ну, типа, вообще все, что происходит, такое, а, ну да, ага. И откидываю просто. То есть я в будущем тусуюсь постоянно. Даже не в настоящем, блядь, несмотря на то, что там во времена песен Делориан я пришел к мысли о том, что, ебать, живи в настоящем. Я все равно постоянно где-то вдалеке. И вот прошлое надо, блядь, ну, типа, ценить, что ли, хотя бы помнить его, блядь. Собирать воспоминания. А у меня нет этого момента, мне как-то поебать, насрать. Неправильно это. Как-то не очень. Поэтому я бы с радостью съездил в кузню. Просто чисто так походить по улицам. Все. Так, я перехожу через дорогу. Мне нужно смотреть по сторонам. Передай привет Ельцу. Я проезжал, кстати, мимо Ельца, когда ездил в Липецк к подруге. Как-то было дело в 15 в том году. Йоу. Это мой друг Валера. Я не знаю, блядь, кто это. У тебя все хорошо? Ну да, типа, у меня все пиздато. Ну, относительно, типа, знаете, короче, ощущаю-то заебись все. Есть, конечно, минусы, недостатки у всего. Но я сейчас на этапе собирания по кусочкам, по кусочкам всей хуйни. Я очень хочу, чтобы был... Ну, как очень хочу. Я иду к балансу во всем. Чтобы, знаете, и, типа, в творчестве все было охуенно, и в работе все было охуенно. На это разные вещи. И чтобы, типа, с друзьями было классно. В отношениях, в семье, в здоровье, везде. Чтобы вот был ебучий баланс. Потому что в погоне за одним очень легко проебать другое, да. В погоне за вечной карьерой можно спокойно, абсолютно просрать свои отношения. И это будет справедливо. Потому что ты такой, типа, ну, вот так вот в центре оставила приоритеты. А здесь как-то хочется, чтобы был один общий приоритет. Нет, не один общий приоритет, бля, а чтобы, ну, все было так, как надо. Именно сбалансировано. Вот, я на этом этапе, это, блядь, сложно, но это очень интересно. Это очень интересно. Можно, конечно, расстраиваться по этому поводу и говорить, бля, у меня в жизни все дерьмо. Ничего не получается. Можно просто с энтузиазмом к этому относиться, как к игре. Вот, открыл в детстве для себя отношение к жизни, как к игре, типа, о, бля, миссия, которую надо пройти, пиздец, сложно, я еще пройду. Ну, типа, проще все становится. Так что ответ на вопрос, заебись ли у меня все, ну да, но это опять же временами. Салам, брат. Что делаешь, вина пьешь? Вечером у меня может быть все плохо. Например, я сяду такой, о, кошмар. Ты будешь посылки и письма распаковывать? У меня, короче, дома есть письма, обязательно их распакую, посылок нет. Многие из писем вернулись обратно людям, потому что я очень долго не заходил на почту. Типа, меня там месяц в стране не было, потом я никак не мог зайти. И вот на днях я пошел на почту опять, салютики, приветики, давай быстро. Вот, на днях пошел на почту и что, и что было? Бля, вылетело из головы. Забить. А, все, у меня, по-моему, больше нет почтового этого ящика. Типа, надо новый заводить. Йоу, хорошего дня. Не делайте так никогда, ненавижу, нахуй. Ненавижу, блядь. Ай, мне кажется, я всю жизнь буду говорить об этом. Блядь, надо что-нибудь такое сделать, убить кого-нибудь, типа, чтобы ко мне вообще окончательно, нахуй, перестали подходить. Я терпеть, блядь, не могу эту хуйню. У меня каких только тактик не было, типа, я иногда, ну, полгода назад, ну, даже побольше, я ходил и делал вид, что разговариваю по телефону. Типа, я ни с кем, нахуй, не разговаривал, но я такой, да, 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 ага. Я просто проговаривал планы на день, планы на завтра, что-то такое просто, чтобы если кто-то подходит, такой, блядь, скипни, вот, чтобы моя агрессия была оправданная. Я, правда, блядь, не люблю, типа, я загибусь, это повторяю всю жизнь, но мне просто не нравится, я такой человек. Но мне говорят, ебать, ты должен, да я никому ничего не должен, и максимум человек должен это быть, типа, для себя, блядь, и для своих близких хорошим человеком, типа. А то, что, да, у меня есть, конечно, ответственность перед аудиторией большая, ну, а хуй клал только потому, что я, в первую очередь, хочу оставаться тем долбоебом Ильдаром, который, ну, типа, долбоеб Ильдар, да. И если я с самого детства такой высокомерный уебан, я, правда, с самого детства, несмотря на все мои хорошие качества, я высокомерный уебан, типа, мы с Телексом всю школу называли колхозниками, типа, ой, ты чё эти, блядь, колхозники, вот так вот, типа. То есть, я зазнался, когда я родился, и я терпеть не могу взаима какие-то, блядь, птёрки с чужими людьми. Я думаю, ну, нахуй вы мне, аааа, с этим боролся. Вы думаете, типа, я такой, ой, заебало, челит, не понимает, подходит, фоткается. Блядь, для меня это реально больная тема, я мразью себя каждый раз ощущаю. Но ничего не могу поделать. Вот знаете, типа, когда ты такой, Ильдар, блядь, успокойся, расслабься, не переживай, ну, всё нормально, это же, блядь, просто люди. Они же, типа, ну, норм, чуваки, хули ты так реагируешь? Я такой, ну да, действительно, я прав. Проходит пять минут, и меня опять это бесит. Типа, это, ну, это моя проблема. Это моя проблема, типа, то, что мне это не нравится. Ааа, и мне надо с этим бороться, как бы, я не говорю, что... Но, но, ебать, если у меня есть возможность донести и сказать, не подходите, тем самым уменьшив, а я, блядь, очень сильно уменьшил количество людей, которые ко мне подходят, они мне просто пятью так вот, типа, рукой махают, типа. И это охуенно. Если у меня есть возможность это сделать, то я это, блядь, сделаю. Охуенно же. Охуенно, гадым. Не, я не бомблю, я просто смешно разговариваю. Так, чё вы там, пятюни и привитюли пишите мне? Здорово, чё делаешь? Иду! Иду, у перескубиду! Бля, короче, я пока шёл по улице, я прям вспотел. Дико жарко. Любишь нас. Да я говорил уже, типа, я просто ценю за то, что у меня есть единомышленники и люди, которым нравится тот став, который я делаю, но люблю я своих близких. Ну и тоже, как бы, никто... Бля, ладно. Всё, забейте. Лапа девок предлагай, когда они фоткаться предлагают. Хуенная идея, я думаю, моей девушке очень понравится. Она будет в восторге. Она скажет, Ильдар, бля, ты гений, как ты это придумал? Пойдёмте в обратную сторону. Как тебе с помпой? Очень хорошо. Типа, у меня ещё система мониторинга стоит. Сахара отдельно. И прям пизда-то... Ну, я прям регулирую. Единственное, когда я не могу там контролировать сахар, это когда сплю и там, ну, пожрал на ночь. И у меня утренняя заря. Ну, кто понимает, о чём я тут, понимает. А так в целом охуенно. Очень здорово, очень круто. Любишь лапать, баб? Если бы ты был другим блогером, то каким и почему? Я был бы... Не знаю, какой-то ебанутый вопрос. Как будто в детскую анкету зашёл. Такого не бывает, бля, ты что, кукуха? Так. Как считаешь, какой самый пиздатый город? Любой город, в котором прямо сейчас находится... Или, да, Джарахов. Сейчас это Санкт-Петербург. Если я приеду в Новосибирск, Новосибирск будет самым пиздатым. Не знаю, субъективно, бля, они... Короче, не считаю, что вот в таком плане можно выделить лучший фильм человечества, лучший город. У меня такого нет, никогда не было и не будет. Каждый город охуенен по-своему, ну, типа... Если это не провинция, там совсем нехуй делать. Я из провинции, типа, как и большинство, я думаю. Ну, вот там абсолютно нехуй ловить, типа, кроме работы. Ну, реально, жестокая правда говорит о том, что... Куча провинциальных городов, и все работают на главные города. Ну, так вот, блядь, сложилось. И вот в Новокузнецке, например, я вспоминаю, какой был досуг у меня в детстве. Ебать, съездить в торговый центр, посидеть. Потому что все туда ездили, посидеть. Увидеться с людьми в торгу, когда его построили, типа... Было охуенно, типа, вау, торговый центр, что-то новое. Вот такие у нас развлечения там, типа, были. А ночью чем себя там занять? Даже сейчас, когда я приезжал в последний раз, ну, есть несколько баров нормальных, которые работают. Все, и ты такой, еб твою мать! Что делать? Особенно, когда... Ну, там, сколько меня уже... Пять или шесть, я уже сбился со счетом. Я пожил в Москве, поживу в Петербурге сейчас. Сравниваю, когда сравниваешь, что происходит в провинции и в столицах, ты просто охуеваешь, насколько Питер и Россия не... Вот, фу, Питер и Москва не Россия, абсолютно. Это другие государства, это места, в которых заебись. Типа, а все остальное Россия, ну, это прям, блядь, Россия. Она такая, одинаковая. Типа, города развиваются. Да, там, в Якатичах, хорошо. Там, в Сибе. Везде, везде более-менее процветает, но все равно. Россия, такая, блядь, Россия. В России не устал, чтобы такая светит. Так, все, ребята, пора заканчивать. Я читаю комменты. Все, я запутался. Там ничего нет. Че? Кучер, ты первый раз смотришь мой эфир? Гэнкшит. Что, сорян, но это так. Подожди, сорян, но это так. Что? Ты первый раз смотришь мой эфир, сорян, но это так? Или провинция, это провинция, и это так? Там Steel Rider воскрес. Да, я знаю. Я сначала включил ролик Steel Rider, типа, туториал по монтажу, и такой, так. Ну, я знаю Steel Rider как человек, который монтирует. Он рэп-школу смонтировал, всю сделал, графику там. Типа, это было пять лет назад, нахуй. Мы были детьми. И тут начинаются кеки-приколы, и мне понравилось, в принципе. Ой, меня сейчас собьет машина, потому что я смотрю в телефон. Короче, чувачки, все, всем пока, всем спасибо, до свидания.